Дождь со снегом, давление низкое, атмосферное, а у кого высокое, повышается, у кого пониженное, понижается. Но все равно народ пришел, слава Богу. Наш свободный микрофон открываем, творческая лаборатория «Северное сияние». Приглашаем. Нету Алексея? Ну, кто тогда у нас пойдет? Кто у нас пойдет? Кто самый первый? Так, кто готов? Марина. А, Марину вечер. Люди еще поесть хотят. Поесть, попить. Добрый вечер. Спасибо за замечательный концерт и с наступающим днем рождения. Я прочитаю стихотворение, которое называется «Февральские окна». «Февральские окна, пора отогреться. Снежинки, дождинки спешат превратиться. Никак не унять нетерпение сердца. Все рвется в весну, растревоженной птицей. Повсюду протарены. И преждевременно, от не по-февральски лукавого солнца, рыдают сосульки стаката размеренным, а в лужах вода от чекотки смеется. И жадно, и жарко, и так опрометчиво. Вдыхаем мы оттепель, жабрами всеми. И кажется близким, и четко очерченным. Далекие языки, сюжет предвесений. В нем дышим, живем. Строим планы о лете. Под ранним дождем с удовольствием мокнем. Потом мы прорвемся сквозь зиму. За это спасибо февральским спасительным окнам. Прочитаю стихотворение «Золотые паруса», которое было написано по картине Михаила Хохлачева. Но я думаю, что будет понятно, о чем картина. Облаком рыжим, луковое солнце под тучами, Листья, мазками дрожащими на полотно, Люлька под парусом желтым, надежды на лучшее, Черное платье на женщине, грустным пятном. Пусть не сбылось, не случилось того, что намечено, Пусть обманула манящая с детства мечта. Тот, долгожданный, остался навеки невстреченным, Но улыбается, счастье не знавшее та. Спи и расти, мой малыш, слушай песни, истории, Лучшая в мире тебе уготована роль. Светлой, лучистой, пройдешь ты тропой непроторенной, Станешь подарком еще нерожденной осу. Вырастет яркий подсолнух из скромного семечка Давней несбывшейся сказки. Мечтай, не робей, я подарю тебе сына, Дождись его, девочка, Скоро под солнечным парусом явится рай. Ну и еще прочту одну сказку в прозе, Не знаю, тут принято или не принято читать в прозе. Сказка называется «История про одну линейку». В некотором царстве, в тригонометрическом государстве, Жила-была линейка. Розовая, прозрачная, блестящая. На нее заглядывались толстопозый транспортир, Встроенный циркуль и простой карандаш. Несмотря на юный возраст, Линейка была совсем не романтичной, А наоборот, очень даже прагматичной. Она все время измеряла своих поклонников. А как же? Нужно ведь выбрать самого достойного. Вот транспортир, например. Старовато, конечно, и неуклюж, Но зато у него такие связи. Он такой солидный, состоятельный, Он такой вездесущий, во всех углах побывал. Все знает о жизни. Циркуль. Всем хорош. Стройный, молодой, Но вокруг него вечно вьются ветреные кокетки. А он ходит за ними кругами, кругами. Такой ведь изменит и уйдет. Карандаш. Ну, тут все понятно, Нечего и взвешивать. Простой, незаметный, нищий. Ходит за ней, как тень, И рисует букеты роз. Какая пошлость. Долго линейка присматривалась, Измеряла, вычисляла. Но на безрыбье и рак рыба. Пошла она под венец С транспортиром. Жили безбедно и почти счастливо, Но заела рутина. Она все измеряет линии, А он углы. Никаких чувств, Никаких неожиданностей. Терпели-терпели друг друга И разошлись с миром. Вторым мужем Стал великолепный циркуль. Поначалу все было восхитительно. Вместе блистали на вечеринках И наслаждались молодостью. Но все чаще он вальсировал не с ней, А она становилась все менее прозрачной И незаметно потускнела. Этот разрыв был более мучительным. Линейка стала грустной, задумчивой, Какой-то потерянной. Однажды к ней снова посмелился Подойти карандаш. Он был, как всегда, С букетом нарисованных роз. Линейка с удивлением заметила, Что цветы были совсем как живые. А еще она вспомнила, Что ни разу ни один букет Не повторился. Они стали встречаться. Какие красивые четкие линии У него получались рядом с ней. Какой нужный и умелый, Казалась она рядом с ним. И ничего никогда не повторялось. Ни цветы, ни линии. А как удивительно он ее рисовал. И кто сказал, что карандаш простой? Он волшебный, Лучше любого цветного. И самый родной. Для нее, конечно. Спасибо. Спасибо.